Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Меня зовут Сераева Лилия Сайфуловна. Я для вас проведу урок биологии. Итак, тема – отдел покрытосеменные растения, класс двудольные и однодольные растения. Цветковые – это самая крупная группа среди современных растений. Они пришли на смену папоротникам и голосеменным растениям. Они заселили все пространство суши и частично водное пространство. Отдел покрытосеменные растения включает два класса – класс двудольные и класс однодольные растения. Оба класса имеют общие признаки, но также они отличаются по ряду признаков между собой. Итак, двудольные растения, они имеют зародыш с двумя семидолями. У них стержневая корневая система, желкование листьев сечатое, края листовой пластинки рассечены, количество частей цветка кратно четырем или пяти, проводящие пучки расположены по кругу. Есть камбий в стебле, а также околоцветник у них двойной, то есть присутствует и чашечка, и лепестки. Однодольные растения – у них зародыш состоит из одной семидоли, мочковатая корневая система, желкование листьев параллельное или дуговое, края листовой пластинки цельные, количество частей цветка кратно трём. Околоцветник у данных растений простой, то есть присутствуют только лепестки. Проводящие пучки расположены в стебле беспорядочно, камбий отсутствует. Нельзя для описания определенного растения использовать только один признак. Вот, например, подорожник относится к классу двудольных растений, но, обратите внимание, он имеет параллельное или дуговое желкование листьев, а также у него мочковатая корневая система, но зародыш имеет две семидоли, поэтому данное растение относится к классу двудольных растений. А вот, например, вороний глаз относится к классу однодольных растений, но, обратите внимание, у них сетчатое желкование листьев, хотя зародыш имеет одну семидолю. Поэтому данное растение относится к классу однодольные. Однодольные растения произошли от примитивных двудольных растений. Вот, например, семейство кувшинковые относится к классу двудольных. Это семейство является связующим звеном между классом однодольные и классом двудольные растения, так как у них есть ряд признаков, относящиеся к однодольным растениям. У них отсутствуют сосуды, а проводящие пучки расположены беспорядочно. Итак, давайте с вами приступим к рассмотрению семейств класса двудольные растения. Данный класс насчитывает около 350 семейств, но мы с вами рассмотрим только основные семейства. Итак, семейство крестоцветные или капустные. Данное семейство насчитывает 3500 видов. Для них характерны такие жизненные формы, как однолетние и многолетние травы. Листья у них, в основном, обратите внимание, простые и края рассечены. Цветок имеет 4 чашелистика, 4 лепестка, тычинок у них 6, две из которых короткие, остальные длинные. Ну и присутствует один пестик. Форму у цветка вы видите на слайде. Плод у них стручок или стручочек. К данному семейству можно отнести такие растения, как капуста, рапс, редька, репа. Семейство розоцветные или розовые. Данное семейство насчитывает более 3000 видов. У них присутствуют такие жизненные формы, как древесные, травы и также кустарники. Но в основном это плодово-ягодные деревья. Так вот, цветок имеет двойной околоцветник. Он представлен чашечкой, которая состоит из 5 чашелистиков, а также присутствуют 5 лепестков. Тычинок может быть множество, а пестик может быть либо один, либо также большое количество. А плоды и соцветия у данного семейства разнообразны. А это может быть яблоко, костянка, сборная семянка или сборная костянка. Листья у данного семейства простые или сложные. Так вот, к данному семейству относятся такие растения, как роза, шиповник, яблоня, груша, вишня, слива. Итак, переходим к следующему семейству. Это семейство посленовые. Посленовые насчитывает почти 2,5 тысячи видов. В основном это травы и кустарники. Листья у них простые. Обратите внимание. Цветок состоит из 5 сросшихся чашелистиков. Лепестки также сросшиеся и их 5. Тычинок 5. Они раздельные, не сросшиеся. И пестик 1. Плод у данного семейства это либо ягода, либо коробочка. К данному семейству относятся такие растения, как картофель, томат, стручковый перец, баклажан, белина, белодона. Вот такие представители, как белина и белодона, считаются ядовитыми растениями. Их ядовитые вещества используются для изготовления обезболивающих препаратов. Семейства бобовые или мотыльковые. Данное семейство насчитывает почти 1700 видов. Жизненные формы присутствуют разные. Это и кустарники, и травы, и деревья. Листья сложные. Обратите внимание. И они имеют прилистники. Цветки имеют неправильную форму. Чашелистики, сросшиеся между собой. Лепестки. Их 5 штук. Но обратите внимание, все они имеют разные названия. Самый крупный лепесток это парус. Вот он. Обратите внимание. Также по бокам находятся два лепестка, которые мы называем веслами. Вот они они. И два сросшихся лепестка. Это лодочка. Цветки могут быть как одиночные, так же и могут быть собраны в различные соцветия. Плод у данного семейства это боб. Поэтому как раз таки данное семейство и получило такое название. К ним, к этому семейству относятся такие растения, как фасоль, горох, соя. Семейство сложноцветные или астровые. Насчитывает более двух тысяч видов. В основном среди семейства присутствуют травы, реже полкустарнички. Листья у данного семейства простые. Соцветия собраны в корзинку. В основном встречаются трубчатые, язычковые цветы. Они необходимы для образования плодов. А вот воронковидные и ложные язычковые цветы, они необходимы для привлечения насекомых опылителей. Плод семянка у данного семейства. К данному семейству относятся такие растения, как подсолнечник, астра. Следующее семейство уже относится к классу однодольные растения. На класс однодольные растения приходится всего лишь 25% от общего числа цветковых растений. Мы с вами рассмотрим только три основных семейства. Итак, семейство лилейные. Насчитывает более 600 видов. Жизненные формы преимущественно травы. В целом для данного класса однодольные растения и характерны такие жизненные формы, как травы. Так вот, листья у них простые, обратите внимание, без прилистников. И края у них цельные. Околоцветник состоит из шести свободных лепестков. И они расположены в два круга. Также имеются тычинки, их шесть штук, и один пестик. К семейству лилейные относятся такие растения, как лилия, тюльпан. Семейство злаковые или мятликовые. Данное семейство насчитывает 12 тысяч видов. К ним относятся такие растения, как, например, бамбук, рожь, ячмень, проса, кукуруза, овес. Что характерно для данного семейства? У них плод представлен зерновкой. Стебель у них полый в междоузлях. Его мы называем соломенный. В узлах присутствует образовательная ткань, вставочная меристема, благодаря чему происходит быстрый рост стебля. Итак, семейство луковые насчитывает 650 видов. К ним относятся такие представители, как, например, лук, чеснок. Плод у данного семейства – это коробочка. Цветы собраны в соцветия зонтик, что характерно для данных растений. У них и стебли, и листья имеют млечный сок. Листья у них плоские, либо дудчатые. Для закрепления данного материала вы можете использовать параграфы вашего учебника, а также сделать сводную таблицу у себя в тетрадях, где вы распишите каждое семейство, укажете жизненные формы, пропишите плоды, формулу цветков, а также можете указать значения каждого семейства. Спасибо за внимание.